здравствуйте уважаемые садоводы и огородники я приветствую вас на канале про цветок меня зовут русских иван сегодня мы поговорим с вами как правильно подкармливать томаты в период формирования плодов и как добиться того чтобы плоды были вкусными ароматными сладкими дело в том что вот в начале вегетации все время все как-то стараются кормить 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 растения для того чтобы вот они выросли дали какую-то массу начали цвести а уже как-то во второй половине вегетации внимание к подкормкам ослабевает растение вроде бы уже выросли все есть кисти завязались и вроде бы им ничего особенно не нужно но на самом деле сейчас и наступает пора самых ответственных подкормок для того чтобы не упустить тот урожай которого мы добились с помощью правильного ухода за растениями в первой половине вегетации конечно же потребность питательных веществах у растений во второй половине вегетации уже несколько иная чем в первой если в первой половине вегетации самым критичным элементом питания был азот во второй половине вегетации критичными элементами питания являются в первую очередь фосфор и калий. Фосфор потребляется растением, он очень важен и потребляется растением на протяжении всей вегетации, от посева семян и до окончания созревания плодов. Калий же начинает потребляться особенно активно во второй половине вегетации. Именно в этот период необходимо усилить калийные подкормки. Но и фосфорные тоже не надо забывать, ведь тот фосфор, который вы вносили в первой половине вегетации, уже израсходовался и сейчас для обеспечения сахаристости плодов их вкуса необходим фосфор. Фосфор вообще является известным элементом, который обуславливает сахаристость и хороший вкус плодов. Не только у томатов, вообще у всех овощей и у плодовых деревьев, яблонь, смородины и остальных других. Если вам ваши плоды кажутся недостаточно сладкими, кисловатыми, то делайте обязательно фосфорные подкормки. Конечно, они не помогут, например, у смородины улучшить вкус плодов, которые уже сформировались, но по крайней мере в следующем году вы обеспечите нормальное фосфорное питание и вкус плодов существенно улучшится. Второй элемент, который необходим для повышения сахаристости плодов, это, конечно же, калий. Потому что калий регулирует перетекание сахаров, которые образуются днем в процессе фотосинтеза в листьях, там образуются сахара и вот в течение ночи эти сахара перетекают внутрь плодов. Это очень важно, поэтому недостаток калия будет обуславливать и плохой вкус плодов, их повышенную кислотность. А вот полная обеспеченность калием будет способствовать, наоборот, увеличению сахаристости плодов. Очень важным элементом, который способствует увеличению сахаристости плодов, особенно у пасленовых растений, у томатов, перцев, баклажанов является бор. Бор, он и чрезвычайно важен для завязывания самих плодов, но также и для повышения сахаристости. Бор регулирует многие процессы внутри растений, в том числе накопление сахаров в плодах. Очень важным элементом, который влияет на увеличение сахаристости плодов и их вкус является магний. Магний входит в состав хлорофилла, вот этого зеленого пигмента, который обеспечивает фотосинтез. И если растение будет испытывать дефицит магния, соответственно, оно не сможет нормально фотосинтезировать. Вы можете наблюдать некоторые признаки хлороза на листьях, потому что хлорофила мало, они становятся такие бледноватые. Соответственно, необходимо сделать также и магниевые подкормки. Таким образом, питание растений во второй половине вегетации должно делаться с упором на фосфор, калий, магний, а микроэлементные подкормки это в первую очередь бор. Но есть еще один элемент питания, который очень хорошо влияет на вкус томатов. Это азот. Заблуждение то, что во второй половине вегетации азот не нужен. Дело в том, что многие огородники опасаются использовать азотные удобрения во второй половине вегетации и связывают это с риском жирования растений. Некоторые даже опасаются использовать нитрат кальция или кальциевую селитру для профилактики вершинной гнили у томата в связи с тем, что это может вызвать жирование растений и уменьшение урожая. В этом есть большая доля правды. Но вот использование аммонийного азота, сульфата аммония или аммиачных соединений является чрезвычайно благоприятным. Дело в том, что в этот период развития растения могут потреблять достаточно большое количество аммиачных или аммонийных удобрений. Причем при внекорневых подкормках эти аммиачные соединения аммонийные, они всасываются растениям и используются в обмене веществ растений без каких-либо преобразований. Они используются непосредственно и сразу же и очень быстро. В этой связи не происходит накопление каких-либо нитратов, не происходит занитрачивание овощей. А вот как раз этот аммонийный азот способствует тому, что в плодах накапливается глутаминовая кислота или глутамат. Многие побаиваются этого вещества, его добавляют как вкусоароматическую добавку в колбасные изделия, в мясные изделия, там еще куда-то. Но он в огромном количестве содержится в плодах томата. И впервые как раз выделен был оттуда, поэтому и само название этой именно кислоты, глутаминовая кислота, глутамат, содержит в своем названии слово томат. И именно если ваши растения будут испытывать дефицит аммонийного азота в период формирования плодов, то вы рискуете получить плоды с низкими вкусовыми качествами. Поэтому мы в наши все рецептуры вне корневых подкормок, они могут быть направлены на защиту от болезней, на защиту от вредителей, на профилактику болезней, на различные микроэлементные и прочие подкормки. Обратите внимание, в каждом нашем рецепте хоть небольшое количество аммиака, но в рецепт мы вводим. В том числе с той целью, чтобы обеспечить полностью растения аммиачным азотом и таким образом обеспечить отличные вкусовые качества плодов. При этом обратите также внимание, что количество таких подкормок, количество аммиака очень незначительное, ровно такое, какое необходимо растениям, чтобы не зажировать, а использовать эти аммиачные и аммонийные соединения для обеспечения вкусовых качеств плодов. Надеюсь, вам теперь станет более понятно, как правильно и чем кормить ваши растения во второй половине вегетации и как добиться высокого качества плодов, их высокопитательной вкусовой ценности. Спасибо большое за внимание.